У меня отец здесь работал по распределению, начинал с Оленинабазского техники. Вот это управление зданием было тогда. Вот это столовая. Одна из лучших столов. Было питание по 40 копеек. Вот это новый ствол. Это уже построено. Это глубокая. Это внедренная система у нас обогащения, которая у нас доберсерк, да по-моему? Да, доберсерк часть, это импортное оборудование. Сейчас мы зайдем, посмотрим красивое, которое мы успели до кризисных ситуаций мы все-таки построить. Это в 2014 году. То есть вот она система вся, ствол, система галерей, магнитная сепарация и фабрика. Компактно все вместе заходим на территорию при наличии необходимых задач и поставок. Да, экономика. Вопрос, то есть все в сохранности, все оборудование целое, не разворованное, не разукомплектованное. Никаким образом оно никаким осторожным. Вот это оборудование, которое поставлено было в 2014 году. Для дальнейших у нас планов увеличение производительности, увеличение качества продукции и, соответственно, выхода на более больший объем. Вот вся фабрика, то есть миничная вот эта. Вот на данный момент она в таком состоянии, то есть готова в любой момент включаться и работать. Ну, сейчас на данный момент уже у нас осталось... 450 человек. 450 именно фабрика. Она отдельно будет работать? Может отдельно работать без шахты на привозном сырье. Вот это, я считаю, действительно ценность. Для того, чтобы каким-то образом нивелировать, то есть рассматривались разные варианты. Привозное сырье, как с Кривого Рога, привозное сырье с Комсомольского месторождения, непосредственно с Комсомольского полтавского блока, потому что там проводились крышные работы, есть необходимые. Общались с Метинвестом, но дело в том, что мы не достигли каких-то договоренностей. Почему? По крупности. Нам необходимо на фабрику порядка 30 миллиметров, они там кусок у них 300 больше. То есть необходимо домаловать. Для того, чтобы домаловать, необходимо нам там достраивать галереи. Сейчас мы там пойдем к шахте, но, к сожалению, вопрос. То есть основное было целенаправленное – это развивать свое рудное тело и, соответственно, добывать. Для чего было закуплено оборудование дополнительное, потом мы увидим. То есть мы начали проходить наклонный съезд для того, чтобы мы могли сверху заводить технику людей. А ствол, который у нас сейчас используется для подъема машинных механизмов, ну, для подъема людей и для подъема добычи руды, полностью его направить на руду. То есть в планах было увеличение миллион, потом больше – больше. Скажите, какая якість руды, та, что добывается в тех годах? Она считается бедной. Нет, нет, я понимаю, у меня немного не так вопрос. Потом концентрат, где вы используете основное применение вашего концентрата? Концентрат используется либо для производства катышей, либо напрямую. Ну, то есть конечным потребителем является металлургия. Я понимаю. Якисть металла, вот в кинцевом результате, якисть металла, вона… Ну, железнодородный концентрат… Есть найкращая, есть найкращая, средняя, там, чи поганая. Нет, это зависит уже от металлургов. От металлургов. Конечно, у нас железнодородный концентрат с качеством до 66 содержания общего железа, а потом они уже по технологии из него делают чугун, а потом дальше… Ну да, все, я понимаю. То есть у нас основной показатель – это содержание железа в концентрате, в общем. То есть вот за счет… Невзирая на то, что у нас железнодородный… То есть мы из бедных наших руд, максимум там общего железа 30% в руде. По сравнению, допустим, в железоорудном, ну, ЗЖРК, там у них даже есть 60%, уже им даже не надо обогащать ничего, добывая и отправляем на реализацию. Угу. Угу. То есть… Вас держит только экономическая ситуация на рынке металла и все, да? То есть необходимую реконструкцию, вона ишла, не останавливалась там, не остановились в 60-х или 70-х годах? Нет, 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 ну вот немецкое оборудование современное, вот оно… Ну, если взять на всю фабрику, то ее вот уже мало. Так, она заменила, она заменила раз, два, три, четыре, там еще четыре классификатора, которые огромные, сколько же они, по 15 метров, огромные такие… А какой? Шнеги, как носорога. Ну, да. Красота. В дальнейших планах была замена мельниц увеличения их объемов, постройка дополнительных в головах еще классификаторов, замена каких-то еще механизмов для того, чтобы повысить качество и повысить производительность. И, соответственно, чтобы она была автоматически, то есть уже там надо было… Ну, и дальше у нас в планах было, для того, чтобы она уже само себя регулировала. То есть есть по производительности столько потопов, соответственно, нагрузка на мельницы, соответственно, производительность. Все это в автоматическом режиме оно должно было пойти. То есть в планах дальнейших была, возможно, может быть достройка там за… Это какая сторона? Западная, да? На западной стороне еще какое-то, может быть, увеличение производительности мельниц. Ну, то есть это все было, в планах это все было. Но, к сожалению, рынок кризисный, то есть 2008-й сначала подкосил, потом уже вот этот 2014 год и банкротство банка. А сколько мощность зараз? Максимальная мощность? 100 тонн в час. 100 тонн в час. Руды. А максимальная производительность по концентрату 24-25, ну, можно в зависимости от конечного потребления. Если нам надо более качество, то, соответственно, производительность чуть меньше. Если нам надо более ниже качество, допустим, 64, то мы можем делать 30 тысяч. Если 66-й, 67-й, то 20-22. У меня только одно вопрос. Оборудование же не просто. Вот если мы сейчас втратим людей, квалификации каких-то... Это проблема, конечно. Ну, это я правильно понимаю? Да. Хорошо. Естественно, остались старые какие-то коммуникации, которые находятся на поверхности. И на данный момент сейчас они не используются в производстве, не используются вообще абсолютно. Даже они не попадают под поле деятельности, под рудного тела, которое на данный момент... Я все равно вам скажу одно питание. Как сбористить это проблема? Квалификованный человек? Ну, это правда. Квалификованный человек, если он в любом случае на данный момент есть проблема у этого предприятия, в любом случае ему, конечно же, для того, чтобы прокормить семью, он будет искать работу и он ее найдет. Да, потому что это будет потеря для предприятия, к сожалению, то да. Но на данный момент экономическая ситуация предприятия... Мы сейчас идем на подъемную машину посмотрим. На подъемную? Да. В 2004 году мы начинали погасить ситуацию. Эта задача, как руководителя, сохранить предприятие и не допустить его затопления, начало каких-то действий. И взаимоотношения у нас находятся... В любом случае, город я не отключал. Увешенный предприятие. Не Булуэнергаш отключает. Да, но имеется в виду отношения с хозяином шахты. Хозяин шахты, акционеры шахты настроены на то, чтобы сохранить имущественный комплекс, сохранить коллектив. И для того, чтобы в любой момент он смог бы готов выполнению задач. Вот это основная задача. И каким-то, никаким образом, ни предприятие, ни я как руководитель, мы не выступаем и не хотим, чтобы город был заложником. То, что ДТЭК так поступает, это вопрос уже другой. То есть вы видите перспективы не умирания шахты, а ее работы? Конечно, конечно. Вы видите их, да? Да, да. Вопрос в том, что я живу. На данный момент сейчас это сохранить. Вот это вот то, что вы видите, вот оно сейчас в нормальном состоянии. Металлоконструкции целые, не порезанные. Фабрику вы видели. Да. Видели? Да. Убедились, да? Убедились, да. Просто вы понимаете. Ничего не режется, ничего не сохраняется. Мы озвучим вам мысли людей, которые переживают, да? Люди переживают. Я прекрасно это понимаю. Но в то же время, не зря мы вас пригласили, вы увидели, что комплекс полностью готовый, комплекс полностью сохранности. А в части отношений, то, что Неполублэнерго производит отключение именно на том, так моя задача как раз, почему у нас взаимоотношения. Потому что при сейчас Неполублэнерго просто элементарно отрубая эту подстанцию, ставят полностью крест на этом предприятии. Я как руководитель этого не могу и допустить. Поэтому у нас возникают такие самоотношения. То, что ДТЭК уже начинает в качестве заложников город привлекать к этому вопросу, вот я думаю, что этот вопрос уже, наверное, больше к Неполублэнерго, чем ко мне. Вы согласны со мной? Предприятия ставлены люди для того, чтобы для сохранности этого имущества. Поэтому они где-то могут находиться компрессорно. Все они закрыты с внутренней стороны, чтобы любые посторонние люди здесь не ходили, не бродили. И они могут находиться где-то там в какой-то коптерочке, которая... Потому что отопление на всем предприятии отключено для того, чтобы... Мы с Неполублэнерго, я разговаривал с коммерческим директором Федько. Юрий Николаевич со своей стороны принимал участие. Последнюю неделю вот я разговаривал, мы достигли компромисса все-таки. Нам доводит этот лимит, мы его придерживаемся, хотя это лимит очень ужатый. Мы полностью отрезаем все у нас отопление отключено только на водоотлив и на поддержание шахты. Мы платим соответствующие средства и пока сейчас, на данный момент, мы находимся в этом состоянии. Мы его выполняем, мы его придерживаемся. Еще одно вопрос было поставлено, что у вас вообще нет обменного фонда. Но я это сомневаюсь, конечно. Ну вот те, кто поднимает воду. Почему же есть? Два работают, два запасных. Ну так и такое вопрос было. Ну, если бы у нас один еле-еле-еле, то мы бы, наверное, не откачивали воду. Я просто повторяю только так, чем приходили люди. Ну, многие люди могут говорить и выдавать желаемое за действительное. Ну, то есть, водоотливо. Говорят, что у нас один чуличный насос. Это не 2002 год. Наша задача сейчас поддержать все в том состоянии, чтобы не затопиться. И заблагородно мы отремонтировали все насосы подъемной машины и вентилятор. То есть у нас сейчас все в состоянии роботоспособном. Давайте подъемную машину зайдем, я так прийшли. Это скиповая машина. То есть вот состояние оборудования вы можете видеть. Тоже, чисто приведено в порядок. Поэтому никаких планов по тому, что демонтаж, вырезание существующих. Мы находимся для того, чтобы сохранить. Уже давно все повернялись. Да люди много чего ставят. Нет, нет, я скажу, а знаете о чем? А можно же просто пояснить вот так раз. Видите, рассказать, показать, допустить журналисты. И сразу все питания снимаются. Еще больше будет. Еще больше? Еще больше. Ясно. Все не голодные, боятся. Правда? Нет, к сожалению, есть проблемы. Но сейчас из тех средств, которые есть и которые находятся в моем распоряжении, мы все-таки обеспечить функционирование и сохранность этого объекта. Поэтому, естественно, все основные... Объекты, а комплексы. Комплексы. Комплекс. Полностью комплекса. Поэтому задача, конечно, сохранить. И поэтому все средства, то есть большая часть заработной платы, потому что мы платим и уволеним тоже, частично через службы соответствующие. Но заработную плату для тех, кто сейчас работает, которые содержат в оборудовании, естественно, мы им должны платить. Мы погашаем. Может быть, не в том объеме, в котором хотелось бы. Но работать они возможности не имеют еще, да? Почему? Или матерят? Когда начнут работать, будут люди, могут возвращаться. Но опять же, все зависит от того... А какие сроки вы планируете, чтобы работать? Все зависит от состояния рынка. То есть, если рынок готов и рынок будет готов, или цены повысятся, то, естественно, когда экономическая эффективность повысится, естественно, будет рассматриваться вопрос о запуске этого комплекса. Это еще очень-очень долго, да? Ну, к сожалению, я не могу на этот вопрос ответить, потому что это не от меня зависит. Если бы я мог влиять на мировые рынки, влиять каким-то образом. А что вы можете рассказать про те объекты, где ведется металлозаготовка? Сейчас мы пройдем, мы вам покажем схемы. Тот объект, который проводится металлозаготовкой, называется Южный ствол, он не задействован в производственном комплексе, он не задействован ни в работе, он заброшенный, если так уже говорить. То есть, это те фотографии, которые люди в видеоробляют, что вырезают шахту на металл. Это про это сейчас вы даете говорить? Я эти фотографии не видел, да. Нет, ну люди так говорят, да. Это все, значит, металл. У нас есть шахта Южная, шахта Ольховская, шахта Северная, шахта Капитальная, шахта Новая, шахта Глубокая. Вот наши шахты. Есть, конечно, есть шахты, которые функционируют и будут функционировать. Те, которые отработали свое, они там законсервированные находятся. Мы можем поехать туда, на место. Так каждый маршрут не заткнешь. Город бегает, потому что запотно. Вы увидите, ну а как, люди говорят, что вырезают. Вот мы вам показываем шахту целая, шахта функционирующая. Вы поверите нам? Или поверите все-таки людям, которые начинают сейчас выкладывать? Они сейчас фотографии выкладывают те объекты, которые там развалены, которые 50-х годов. Ну, мы можем сейчас повезти и покажете. Вы посмотрите, уже снегтесь тем развалинам, которые там 50-х годов. Ну, это же не называется шахта. Это называются те объекты. Точно так же демонтаж, который так называют, это приведение в безопасное состояние. Из-за того, что мы не можем полноценно охранять эти объекты, которые не функционируют уже много лет, вот, туда стал народ этот проникать. Стали демонтировать все, что только можно. Можно подъехать, посмотреть, что они там натворили. На Ольховке там таких каналов понарывали. Там начали демонтировать связи на Копре. Начали демонтировать подъемную машину. На южном вентиляторе провал получился. Люди залезли, провалился вентиляционный канал просто. Вот, мы отвечаем за это все. Там сейчас свободный доступ ствол есть. Нам пришлось туда поставить человека, чтобы охраняли. Ну, не человека, а людей поставить для охраны. Вот, мы должны этот ствол перекрыть. Мы должны демонтировать все аварийные конструкции. Вот это сейчас и делается. То есть, это не цель добычи металла оттуда идет. А цель привести в то состояние, в котором люди не будут там заниматься добычей металла. То есть, это народ. Это просто люди, которые рядом живут. Перелазят через заборы, добывают там все металлы. Идемте, покажем дальше. Что будет отключать? Ну, где проблематика вот эта вот? Изначально она правильность. Обеспечивает шахту, непрерывно, обеспечивает непрерывно. Нет проблематики. Алло. Да. Да, выключали город. Опять же, я еще раз хочу... А это ваша собственность? Да. Получается, тоже интересно. Наша собственность, а идет запитка и на город. Ну, как суд подряд. Есть договора, суд подряд. Мы являемся только как бы передающим основной потребитель и также транзитер это электричество на остальные объекты. Субпотребитель. Это все входит в комплекс вот это, да? Конечно. Да, да. Это наше основное, наше пытающие поставки. Ну, это у нас проблема обойти не можем. То есть, часть жилого фонда, часть можем обойти город, а часть вот жилого фонда и за него. В части, может быть, больше все-таки проблема кроется в поведении ДТЭКа и взаимоотношения между двумя юридическими лицами. Но если ДТЭК позволяет себе отключать город, терроризируя... Сейчас судебное рассмотрение, да, есть, банкротство, так положено. Сейчас кредиторы вам предъявят претензии. Денег не хватит, допустим. В принципе, взыскание может обращено быть в том, что и на это имущество? Может быть. Может быть. Ну, вот тогда дальше проблема возникает. ДТЭК становиться собственником другого юридического лица, правильно? Он скажет, а для города ему надо этот транзит. Нет, 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 это же жизнедеятельность города, я думаю, что мы так воно не просто в них не приходят. Мы тоже могли так же сказать, а нам город не надо. Мы обязаны, и по договору мы обязались быть, скажем так, внуковыми реагностями. Нет, вариант цей не проходит. Поэтому, вот тут держится. Да, доброе, что это? Да, доброе. По зарплате жил, а где вы что-то? А вообще, она работа без убытых. Привет! Питерская слава. У меня песня. Мы имеем несколько площадок у нас. Это основная наша площадка, где мы сейчас находимся. Тут находится ствол шахты. Новая, новая глубокая. Ну и старая капитальная, которая разрушена. И для вентиляции ствол северно-дренажный. Это то, что у нас эксплуатируется. Есть две площадки дополнительные, которые даже за пределами всего этого. Площадка шахты вентиляционная и площадка шахты Ольховская. Схематически вот он, западный пласт. Вот он. Ну, он туда еще дальше проходит после разлома за Ольховку. В сторону юга он не идет в западный пласт. Он здесь сходит, скажем так. Утончается и его не становится. Расположен вертикально и на глубину, ну, мы сейчас отрабатываем до 545 метра. Там еще и лучше. Все-таки. Вот южная шахта Ольховка. Они не участвуют у нас сейчас в разработке месторождения западного пласта. По Ольховке есть перспектива его реконструкции. И в дальнейшем, когда мы идем дальше на север, то Ольховка будет задействована. Но здесь полностью должно все быть демонтировано и смонтировано. Новый коперный опыта машина, новый вентилятор. То, что там есть, оно остановлено в 2000 году и не функционирует с тех времен. Промплощадка южная, то же самое. Но, кроме того, что остановлена в 2000 году, она и не планируется согласно проекту ее вообще эксплуатации. Она не нужна. Она сейчас законсервирована. Ну, была законсервирована. Вот. И по планам, ну, к сожалению, мы не закончили проект по рекультивации этой его части. У нас есть проект рекультивации воронки. Это наша воронка обрушения. И южно-вентиляционная. Но здесь мы не закончились в связи с отсутствием финансирования. Ну, тоже в планах рекультивацию здесь делать. Что происходит? У нас люди увольняются, в том числе и охрана. Здесь и здесь находилась всегда охрана. Это объекты повышенной опасности. Здесь металлоконструкция находится. Здесь два ствола находятся. В связи со снятием охраны сюда стали проникать сторонние лица. Стали самовольно демонтировать металлоконструкции. Ну, с целью добычи металла. Мы регулярно обследуем и выявляем. Есть у нас вот по двум этим площадкам акты и протоколы. Появляем нарушение целостности конструкции. В том числе приведение их в аварийное состояние. Как по южному, так и по Ольховскому. Вот здесь вырезали связи на капре. То есть капюр в аварийном состоянии может сам обрушиться. По южному демонтировали часть металлоконструкции. Там провал вообще получился в вентиляционном канале. Получился свободный доступ к стволу. То есть и дети могут лазить и кто угодно. Сейчас сюда охрану поставили. Демонтируем все металлоконструкции, которым может быть доступ, чтобы люди не могли демонтировать дальше. Засыпем все провалы. И на ствол положим пробку бетонную. Так же самое и здесь. Сейчас по каюшкой занимаемся. В планах еще Ольховкой заняться. Поэтому вопрос демонтажа металла не стоит с тем, что мы сейчас вырезаем шахту новую. Шахта новая сохранена. Она при финансировании в течение двух месяцев может возобновить свою работу. На фабрику купить расходники. А для шахты купить запчасти и расходники. В течение двух месяцев мы это приобретаем и можем работать. Я понял. Если демонтуются, то вам это не нужно. У вас, я так понимаю, генеральным подписан план ликвидации. Нет, это не ликвидация. Это приведение в безопасное состояние. Есть протоколи подсовета. Я думаю, что было бы доречно включить представителей города в эти работы. И тогда все было бы более-менее понятно. Открыто. Да. Хотя открыто. Люди бы понимали, что творится. Мы абсолютно не претендуем на право вам заниматься какой-то деятельностью. И мы, вы властники или представители властников, вы можете все делать. Но вы понимаете, что социально небезопасная ситуация, напряженность в городе есть. Во-первых, шахта не работает. Люди свободны, не свободны, заборгованы по заработной плате. И сразу возникает много вопросов. Что, как, почему. И каждый начинает говорить, что это генеральный директор, главный инженер, кто угодно вырезает. Я вам просто повторю, что мне говорили люди. Что властник не знает. Давайте простее сделаем. Для того, чтобы прекратить эти все моменты. Вот у вас есть... Ну, это так произошло, что громадская миссия цікавится и будет цікавится. И все равно мы не дадим ответы сейчас громадской на эти вопросы. Они пойдут дальше. И это будет только нагнетать, нагнетать, нагнетать и повышать градус на улице. Вам нужно это? Я думаю, что не нужно. И те же сами начнут рассказывать, те работники ваших, в которых заработной платят по заработной плате, они просто скажут, подождите. Давайте тогда я пойду. И они будут считать, что они морально имеют это право. Я пойду, отрежу там кусок швелера, или еще что-то. Я не претендую, ни я, ни міський глава, мы не претендуем на ваше право на деятельность. Но, когда уже есть вопросы, я вам предлагаю следующее. У вас есть план, абсолютно правильно, что вам нужно это демонтировать и закрить ствол, чтобы не было. План работы. Подключить міськраду до этого. Все понятно, все понятно. Каким образом? Ну, давайте через комиссию ТБЧС. Я думаю, что вместе... Разводить комиссию ТБЧС, сколько человек там, 15? Ну, что покажем, пусть посмотрим. Когда требовалось собрание комиссии, комиссия собиралась в течение... Час предупредили, через час комиссия собрана. Вы же знаете, у нас все люди управляемые. У нас вообще по людям нет вопросов по управляемости. По управляемости. Просто есть вопросы, Юрий Николаевич правильно говорит, когда происходит нечто без предания гласности, то это нечто вызывает вопросы, что это делается противозаконно, вызывает такое у людей мнение. Понимаете, в общем дело? Правильно говорит Юрий Николаевич? То есть люди, которые здесь работали, которые имеют задолженность по зарплате, они говорят, а мы разве не имеем на часть имущества этого предприятия, чтобы нам погасили долг по зарплате? Не, ну вопрос... Так вот, если по логике, правильно? Иметь преимущество на части... Игорь Иванович, вы поняли? Нет, мы не говорим про... Послухайте. Да, мы шукаем... Все понятно. То есть процекол ТБЧС, о том, что Восток Руда должна привести в безопасное состояние. При этом люди видят, что происходит, скажем, вывоз металла какой-то. Вот и законно вы будете это делать. Они говорят, а где же тогда покрытие наших долгов? Если вы вывозите металл, продаете его, очевидно. А где покрытие наших долгов? Где выполнение решений судов? Ну вопрос... Игорь Иванович... Понял. Очень вопрос, просто понятно. Я думаю, что это легко решается. Я думаю, на этом неделе, пан городской глава Зберакобильцевич, ТБЧС в городе... Ну просто... Ну, сделайте по-людски. Ну сделайте по-людски. Мы так и делаем по-людски. Просто сейчас есть факторы, которые... По-людски. Зайшла делегація такая, журналісти не дадут брехать. И всех болит. Всех болит. Вони рассказывают... Даже без металла. Тем более там сухо, еще не зима. Это не принципово. Кстати, мы в то время еще демонтаж не проводили. Как вот снято. Мы демонтаж на сегодняшний декабрь месяц делать. В конце перед Новым годом. Но металл вывозят. Здесь машина, окруженный металл. Тут... Так это металл в нашей промплощадке. Мы из этого металла людям платили по 100-150 гривен. Вот здесь металл... Это сухо, еще цветы цветут. Июнь месяц. Да. Когда по 100 гривен мы резали. Наш, который валялся вот здесь. Мы собрались, дали людям по 100-150 гривен. Игорь Иванович, я всегда говорю об социальной ответственности бизнеса перед... Вы помните. Перед работниками, перед жителями города. Всегда об этом говорю. То есть, когда бизнес зарабатывал, деньги было удобно. Бизнес не зарабатывает, деньги брошен. Объект. Люди остались без зарплаты, без долгов. Мы работники такие же самые. Это понятно. Мы не можем говорить сейчас об ответственности. В данном случае руководитель является органом собственника. То есть, он воплощает... Ну, это самый найменный момент. Я точно так же могу говорить, как мы с вами обсуждали. Понятно. Взял, бросил, плюнул и ушел. Я же здесь на месте. Не ушел. Нет, Игорь, я потом всем людям говорю. И сохраняем коллектив. Мы это оценили. Юрий Николаевич тоже мы оценили. Тогда с вами все довольны. Мы наупаки. Дивите. В чем момент? Если вы сейчас сделаете этот первый круг, я тогда начну шукать где-то на уровне государства. Нам нужно найти момент финансирования и збережения того трудового коллектива, который у вас есть. Потому что это граждане и жители города. И вот здесь надо держать тоже. Понимаете, нужно, чтобы каждый сделал маленький или пев крок один на зустріч одного. И тогда все будет. А вы сейчас, мы вас просим, городской главы, народный депутат, ну давайте мы встанем на колено, просим, чтобы... Вы послушайте сюда. Есть момент. Нам нужно... Ну, мы живем в этом месте. Вы живете в этом месте. Ваши предприятия... Пускай будет. Зробите вот так и все. И я думаю, что это минимум на 50%. Если мы скажем согласны, это вопрос... Все, и вопрос занято. Ну, согласны. Многие вопросы возникают из-за того, что непреданогласности те законные действия, которые человек делал. И людям кажется, что какие-то делаются там незаконные действия. Хоть только из-за этого. Понимаешь, что происходит? Я всегда общаюсь. Вот, Татьяна Николаевна, она подтвердит, что я всегда с профсоюзным комитетом общаюсь. Довожу сведения, даже каждый. Вот я планирую, я говорю, я еду в Киев за тем-то, за тем-то вопросом. Игорь, вы когда поехали в ДТ, ты не побоялся ехать? Неприятно было. Мы съездили с тобой. Почему ты боишься в передней выступе, где сказать? Давайте... Сейчас. Послушайте. Вони мают право, люди мают право знать, в светле того, что сделали в Кевденном радиозаводе. Послушайте, дослушайте до меня и понимайте. Заезжайте в Жовтеводи, смотрите на право, и там нам надо вставать на колено и плакать. Просить вибачки за то, что мы сделали. Это же мы сделали все. Потому что мы мовчали. Одни мовчали, другие что-то сделали. Ну так же ж. Собственник кто? Белл? Вот вы знаете... Вопрос... Я как бы не в тему, да. Живаго стал собственником, я здесь в этом... На этом предприятии с 2008 года, да. И когда я приехал, Южный радиозавод уже был полностью остановлен. Вы, я думаю, что это помните. В это время собственником Живаго не был. Поэтому части вот корреспонденты немножко, может быть, части лукавят. О том, что Живаго является собственником... Он не является собственником Южзавода, когда он упал и когда он развалился. Живаго приобрел Южс в 2009 году. Были планы о том, чтобы начать какое-то производство. Я был участником этого процесса. О том, чтобы оживить его. Но, к сожалению, начались какие-то корпоративные движения, которые не позволили это внедрить. Ну, не Живаго довел Южс до состояния, которое есть. Последним собственником был Константин... А, кто последний, тот и виноват, да? Ну, как бы да. Он так уже и разрушил. Почему? Подождите, не надо. Разрушил уже ликвидатор. Ну, в 2009 еще не было такого состояния. Было такое состояние. Я лично участвовал и принимал участие в том, чтобы реанимировать это предприятие. Он не инвестировал. Он не инвестировал. А, нет, подождите. То, что разобрено, это ЖГ-5. Это ликвидатор разобрал в таком виде, который сейчас вот есть. Нет. Дивите. Я просто еще раз скажу, повторюсь. Дивите. А, если бы тогда, например, властник остальных, кто был, то место. Пошли один одному на зустріч. Властник продал бы за 1 гривню место весь твой комплекс. За 1 гривню. Вот забирайте. Я думаю, чтобы нашлось застосование этим корпусам, всему всему. Прийде свой час, строить набагато важче. И за то, что мы тут. Поэтому я прошу вас, пан міський голова. Давайте комиссия ТБЧС. Я так понимаю, что мы дошли згоди, что будет тут, с приводу этих двух промплощадок, будет розумение повное. И висвятление. И представник міської влади, я думаю, что он будет необходим, чтобы тут был. Потому что в кинцевом результате властник змениться. Чтобы не было так же. Чтобы остальний властник змениться. А отвечать за тот позор все равно будет міська влада. Тут памятник бездіяльності міської влади жовтих вод. Но на самом деле. Давайте так. Без войны сделать такое страшилище. Там как раз можно використовывать и снимать фильмы про эту войну. Чтобы не ехать туда вперед, а снимать тут. Обгородить это и сделать. А больше оно ни на что негодно. И даже чистить эту площадку. Ради тихой арматуры, которую бьют. Беда, беда. Доброе. Давайте так. Все ж таки я прошу от вас. Зверну я на меня. Стосовно того, что социального партнерства с державой. Стосовно, что можно сделать. В том числе, что могу сделать я, как народный депутат. Ваше бачение. Что может сделать держава для того, чтобы зберегать коллектив и погасить. Еще в июне месяце. Повторить, будь ласка. Повторяйте. Это председатель председателя. Да, я понимаю. Мы попросились к вам с письмом о помощи. О том, что у нас большие долги по заработной плате. Что мы брошены. Предприятие собственникам брошено. О том, что грядет экологическая катастрофа, если вовремя. Мы тут, смотрите, комиссия ТБЧС, это будет первый круг. Мы же не только включим, что там металл. Мы включим то, что навантажение на окружное средство может быть в разе... В разе отключения электроэнергии. И это будет социальное партнерство как раз с предприятием. Мы таки трикутник, который должен вывести из этого тупика. Решайте тогда собственник, пускай продает городу этот объект и все. Что обращение? За что обращение? Я же еще раз говорю. Когда зарабатывать деньги, собственник здесь. Когда надо тратиться, нести ответственность. С конца 2014 года, когда проблемы возникли с выплатой заработной платы, обращение было море. Начиная от генеральной прокуратуры, Ройсмана, народных депутатов Украины, местной власти. То есть, я не знаю, куда только Господу Богу только не обращались. Но как бы везде пришли только отписки. Все очень беспокоятся о судьбе предприятия. Но действий таких конкретных никто не делает. А у вас самый е-план действий? Это как ваше бачение? Посмотрите. Вот этот объект является собственностью как бы частных лиц. Понятно, да? Понятно. Каким образом эту частную собственность передать другим? Это только они могут или продать, или подарить, или по решению суда это передать. Другого варианта нет. Вы понимаете, да? Ну вот сейчас такая ситуация. Вы говорите создать эту комиссию. А эта комиссия что даст? Ну по крайней мере... У меня есть бачение этого. Я скажу, как и у вас бачение. Скажите ваше бачение. Такое самое бачение, как и у вас. Нет. Вот смотрите. Чтобы нашлась эта людина, которая будет заниматься нашими проблемами, и захочет нас выкупить и дальше работать. Ну пока рынок, 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 рынок. Рынок на этот концентрат таков, что пока выкупать не вышли сами. Ну мы реалисты. Сейчас мы понимаем, пока цена не поднимется, вообще бесполезно сейчас какие-то дебаты вести. Городу тоже не надо. Зачем такая нагрузка? Город 25 миллионов год сможет найти, чтобы платить за нас. Тоже не сможет. Единственная помощь, которую мы можем попросить, и может быть она более-менее реальна. Мы сейчас, ну по крайней мере там, благодаря тому, что как-то договорились с Облэнерго, что нас просто не отключают. Но нам установили лимит. Этот лимит, который установили, он дает нам возможность затапливаться, но медленно. Скажем, мы топились весь январь, часть февраля. До конца февраля мы дойдем до горизонта 615-го метра. Вот. Если мы до него дойдем и будем дальше топиться, мы затопим подстанции насосные. Следующая подстанция насосная это 405-й метр. Весь этаж, все месторождение будет затоплено. Вот. Все, что выше будет, там вообще лучше молчать. Вот. Сейчас нам бы, если возможно, оказали бы вы такую помощь в увеличении лимита на март месяц. То есть хотя бы 750-800 тысяч киловатт для того, чтобы мы смогли немного откачаться, а дальше апрель-май опять вот так потихоньку затопливаться. То есть мы туда-сюда могли бы вот так вот дергаться еще длительное время. И не затопив эти выработки, мы сохраним все месторождение, мы сохраним оборудование на всех. Это как раз тот участок, на котором ведется добыча. Давайте на основе цього звернения. Сейчас буду я выступать и поедем разом в Облэнерго. Мы будем вырешивать это вопрос из Облэнера. На какие последствия экологические затопления? Никто их не оценивал. Я по своему опыту могу сказать, что колоссальные последствия. Мы откачивали эту воду с 2004 года. Я знаю какая это вода и эту воду придется в гидрографическую сеть сбрасывать, в речку Желтую, потом Венгулец и дальше Карачановское водохранилище. Вода очень нехорошая. Поэтому затопив и потом откачав это все и опять вылив в окружающую среду это огромный вред. Оценки документальные нет. Так а вода внизу чистая. Сейчас вода практически в норме. Не пробивает. Не пробивает. Не пробивает. Не пробивает. Подъем даёт возможность. Точнее передбачать. Откачивание воды даёт возможность сохранить воду, которая там находится в таком состоянии, что она проходит по параметрам. Есть у меня определенные заключения экспертизы. Я потом озвучу их здесь. Прекрасно. Я же скажу, тогда вам комиссия ТБЧС должна все это рассмотреть. Но она рассмотрит насколько реально. Послушайте сюда. Я еще раз скажу, нам все равно надо ломать обл.н. Чтобы вам дать лимит. Вот комиссия ТБЧС и будет это тот момент, еще один каминчик. Еще одна проблема взваливается на городской совет. Кроме того, что нам передают СМСЧ полностью на содержание города. Кроме того, что у нас исключается такой налогоплательщик, как Восток Руда. Теперь еще проблемы Восток Руда, скорее всего, лягут на городской совет. На других налогоплательщиков города, которые и так в этой стране выживают достаточно сложно. В магазинах, кто не знает, выручки нету. На заправках выручки нету и так далее, и так далее. То есть вы должны тоже быть реалистами, что доходная часть сокращается, а расходная часть растет. То есть, когда пришел инвестор в лице группы финансов и кредит, то уровень воды был на уровне 400. И инвестор откачал полностью воду до уровня 600. И государство тогда даже не принимало участия никакого. То есть мы же тоже это понимаем и это знаем. Поэтому, в том, что говорить, что социальная ответственность бизнеса – да. Тогда, когда была катастрофическая ситуация, в самый последний момент откачали воду. Это же откачали за счет средств инвесторами и государствами. Поэтому вместе, нахожя выход, только так мы выживем. В 2003 году у меня есть данные о последствиях, которые были сделаны в 2003 году. Я не хочу сейчас их озвучивать на камеру. От города, я скажу сразу, скорее всего мы запланируем программу о проведении экспертного заключения по поводу последствий затопления шахты. Я вам скажу сразу, вот такое исследование мы проведем. Результаты, я так думаю, будут, как бы я понимаю, какие будут. Но, тем не менее, давайте дождемся этого результата. С 2003 года такие данные у меня есть. На камеру я их не озвучиваю. Но это прогнозно. А мы имеем фактически наш опыт. Город, скорее всего, закажет. Я со своей стороны отдыхаюсь. Город закажет, скорее всего, такие экспертные заключения. Объективные. Не заказные, объективные. Нет, право в том, что там мы можем тогда использовать эти деньги. Экологические деньги мы можем использовать. Да, 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 да. Вот так я и думаю. Да, я могу тогда просить. Город, вот так я и сделаю. Эту тему мы закроем. Раз и навсегда нам будет ясно, какие последствия. Чтобы эту тему не шантажировали. Хорошо. Все, дякую. Значит, я понимаю, мы договорились. Все прекрасно.